Софи Лорен утверждала, твердо уверенная в своей красоте женщина сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных. Здравствуйте, это программа «Новая я» и я ее ведущая Ирина Новикова. Наша программа – это настоящая фабрика красоты, выпускающая уверенных в себе и, безусловно, красивых женщин. Героиню нашей программы сегодня зовут Наталья. Она устала от монохромности своего гардероба и хотела бы внести ярких красок в свою жизнь. Команда наших профессиональных стилистов и визажистов обязательно ей в этом помогут. Наталья. Возраст 40 лет. Призвание – бухгалтер. Предпочитаемый стиль в одежде – офисный строгий. В гардеробе больше всего черных гольфиков и юбок-карандаш. Цель участия в проекте – внести яркие краски в свою повседневную жизнь. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вы переживаете? Немного переживаю. Ну, я думаю, что переживать уже не стоит. Вы в надежных руках. И сегодня с вами будут работать профессионалы, знатоки своего дела, тестилисты, визажисты. Ну, а первым делом мы должны подобрать вам одежду. Для этого мы приехали в магазин Кира Пластинина. Знаю, что вы переживаете. Очень многие считают этот бренд молодежным. Но и зря, потому что даже здесь можно подобрать одежду именно для вас. И сегодня вы в этом убедитесь. Новая коллекция очень яркая, женственная и стильная. Как раз то, что нам нужно. Наталья, уверена, что вы, как и любая женщина, обожаете цветы. Предлагаю любоваться цветами не только в Азии, но и на вот таком весеннолетнем плащике. Ваше цветочное настроение окружающему миру поможет передать и вот такое платье с крупным цветочным принтом родом из 60-х. Неглубокий вырез, рукава 3 четверти, а также вот такая вот длина. Это все, что нужно для платья по вашей фигуре. Выгодно подчеркнет талию тоненький ремешочек. Почти в таком же стиле, правда с более укороченным вариантом рукавов, такое же платье. Трехцветное. Очень многие боятся белого цвета, однако в такой интерпретации его бояться не стоит. Также мы рекомендовали бы вам попробовать и примерить на себя вот такой удлиненный классический жилет, очень модный в этом сезоне. Его можно комбинировать с классическими брюками, это будет смотреться очень стильно и женственно. В моде легкие скользящие летящие ткани, стилисты советуют вам отдать предпочтение шифоновым блузкам. Вот такой вот вариант с укороченным рукавом и еще один с более длинным рукавчиком, также с цветочным принтом. Но ни в коем случае не носите летящие шифоновые юбки-плиссе, хоть они очень модные и стильные, но вам лично они продадут громоздкости образу. Наталья, подобранную стилистами одежду мы примерим чуть позже. Вначале я хочу передать вас надежные руки стилистов и визажистов салона красоты Кристис. Именно здесь сейчас мы находимся. Идемте скорее, я вам представлю визажиста и стилиста. Наталья, я с удовольствием представлю вам команду наших стилистов, которые сегодня будут работать над перевоплощением вашего образа. Дмитрий. Очень приятно, Наталья. И Светлана. Ребят, я вам доверяю Наталью, надеюсь ее не узнать после перевоплощения, но в хорошем смысле этого слова. Ну что, вы готовы? Ну что, Дмитрий, давай порассуждаем с тобой. Ну, давай. Как мы знаем, у нас Наталья обычно носит волосы собранные. Соответственно, мы будем работать, чтобы это смотрелось хорошо, прическа, стрижка наше будущее, как собранные, так и распущенные. Света, а что ты мне скажешь вот об этом, допустим? Ну давай, у нас есть возможность это прямо посмотреть. Ну, это будет слишком, мне кажется, кардинально ничего не меняет. Нам бы хотелось все-таки сделать, чтобы у нас перемены были очевидны. Что такое? Да. Будет классно выделить. Да, я думаю, что и на контрастный свет, более светлый. Может быть даже вот такое. Все может быть. Все может быть. В нашей профессии прекрасной. Мы и художники, и творцы. Хорошо. Я думаю, что все-таки мы определимся на, остановимся на коньяч на кофейных оттенках. С согласен? С капелькой меда. С капелькой меда, совершенно верно. У нас кардинально ничего не изменится, но мы преобразимся. С весной у нас появится цвет, который будет прекрасно играть в лучах солнца. Ну что ж. Я вижу некое недоумение в глазах нашей героини. Вы не переживайте, даже если будут какие-то кардинальные перемены. Доверьтесь нам. Вам это очень пойдет, не переживайте. Все. Насколько мне видно, Наталья, существует извечная проблема того, что очень быстро тускнеет цвет. Мне кажется, это из-за того, что... Немножко подпитаем волосы и решим эту проблему. Ну и, конечно, я вам дам дальнейшие рекомендации, чтобы волосы были свежими и через месяц, и через два, чтобы цвет всегда выглядел очень блестящим и красивым. Ну и придадим какую-то форму, чтобы дома было очень просто с ними справляться. Чтобы вы каждый день выглядели так, как будто вы уже посетили салон красоты. Спасибо. И чтобы эффект от перевоплощения был максимально сильным, вы себя не увидите до самого конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Работа над образом Наталья идет полным ходом. И пока стилист Луна Кристи с Дмитрием колдует над светом героини, я предлагаю вам посмотреть модный сюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнцезащитные очки давно перестали выполнять только их защитную функцию – защищать от солнца. Сегодня очки – это модный аксессуар, способ заявить о себе миру и непременный атрибут звездного стиля. Такая, казалось бы, мелочка качки могут поведать миру гораздо больше всяких слов. Поэтому, выбирая модную защиту для своих глаз, подумайте о том, что же именно вы хотите поведать окружающему миру. Как правильно выбрать солнцезащитные очки, которые подойдут именно вам, а также при этом не отстать от модных тенденций, об этом пойдет речь в нашем модном сюжете сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Московский редактор моды журнала «Харперс Базар» Мария Колосова, посетившая молдавскую столицу по приглашению Феличи и «Оптик Центр», стала нашим проводником в ярком мире солнцезащитных очков. Вот вы сегодня консультируете всех присутствующих в выборе оправы очков. А почему? Это ваш любимый аксессуар? Вы где-то этому учились или это просто природа? Вы знаете, мне кажется, что именно конкретно этому невозможно научиться. Это вопрос пропорций, это как немножечко от живописи, потому что ты видишь лицо как некую какую-то картину, и ты ищешь для этой картины раму, должное обрамление. Но я проходила курс именно истории моды, я проходила курс фэшн стайлинг, а очки – это тот аксессуар небольшой, но он может поставить, вот он как восклицательный знак. Есть палочка, но без этой точечки смысла не будет. Есть очень много советов, как выбрать правильную оправу очков. Вот для вас что основное? Обал лица, экспрессию. Не определенно не идти на поводу у тенденций, если как бы были не популярны этим сезоном, например, прозрачные очки или полосатые. Вы должны смотреть только на то, что гармонизирует и что идет вам. Если это классическая овальная форма в стиле Джеки Кеннеди, но она идет вам, она скрывает недостатки, а действительно подчеркивает достоинства, забудьте про любые тенденции, слушайте то, что вам как бы ваш организм, ваше строение, ваша некая какая-то гармоника, то, что эти подсказывают качество вам. Абсолютно всех приглашенных гостей Феличи Оптик-центр Мария Колосова персонально проконсультировала и помогла подобрать подходящую форму солнцезащитных очков. Далее мы покажем, какие очки Мария Колосова посоветовала носить нашей звезде Адриану Урсу. Вот из тех, что я... А мы сейчас еще должны домерить, но вот эти бы... Не актуально или что? Что с ними? Мне не очень нравится их покрытие. Вот такое, немного вот этот матовый пластик. А я не на это смотрел, я как бы в форму. Но они же все равно воспринимаются как единое целое. Давайте еще вот эти посмотрим. У них красивые. Градиентные стекла. Какие стекла? Градиент. Это когда переход легкий от светлого. Вот эти вам сейчас очень классно к куртке, потому что они сейчас как будто бы прямо все, весь... И поэтому я их выбрал. И сегодня даже в интервью говорил о том, что сегодня именно вот я их одел, а я в другой день могу одеть, и они никак не будут смотреться. А сегодня сейчас. И как бы это тот плюс этих, то, что это универсальное. То, что я сначала сказала, что они и к черному будут, и к коричневому. Потому что особенно если кожа, она просит, чтобы сочетание было. Гораздо больше мужчин экспериментировать со своей внешностью любят женщины. Стилисты советуют подбирать цвет оправы для очков в зависимости от цвета волос. Так блондинки могут смело носить оправу как в золотом, так и в серебряном исполнении. Из цветных оправ следует выбирать те, что повторяет цвет глаз. Это сделает их ярче. Обладательницам рыжих волос стоит подбирать оправу в тон волос. Например, бронзовую, медную или золотую. Альтернативой может стать модный в этом сезоне черепаховый цвет, а из ярких – оттенки изумруда и бирюзы. Жгучим брюнеткам подойдут золото или оправы черного цвета, а также мягкие оттенки серого, возможно, даже серо-голубые. Что еще следует учитывать при выборе очков? Об этом далее на моем примере расскажет Мария Колосова. Для вашей формы лица посоветовала бы, возможно, какие-то варианты, потому что у вас достаточно мягкая форма овала самого лица, более угловатые, чтобы были обязательно квадратный или прямоугольный угол. Я думаю, что, так как вы действительно жгучая брюнетка, у вас черные практически брови, темный-темный грецкий орех. Я бы советовала посмотреть варианты темно-серый, темно-синий, не совсем чернотой, да, это и добивать, чтобы была разность, чтобы были разные оттенки. В тачках. Может быть, могла бы быть чуть-чуть меньше, но сам квадрат, я бы оставляла его такой формы, мне бы хотелось бы вот здесь, чтобы он был с нижней части чуть-чуть меньше. А брови должны быть закрыты или нет? Вы знаете, тут все равно каждая девушка, каждый мужчина, он сделает, сколько бы я ни сказала, должны или не должны, кому-то удобно, чтобы было, и нравится, когда он на себя в зеркало смотрит, чтобы был виден этот силуэт, четкого такой рекомендации, что да или нет, это неправильно. А если я предпочту красный цвет, для жгучих, блин, это красный, показан или противопоказан? Я сказала бы, что летом, именно как история для лета, это может быть, особенно если одежда будет нейтральных цветов, форм, например, если это будет белое платье, рубашка на поясе и какие-то классическая лодочка, это точно, что не будет выглядеть вульгарно, это то, что не... этот красный акцент, он не станет каким-то странным и неуместным, он просто сможет образ сложить. Это кончено. Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Волосы нашей героини уже окрашены, пострижены. Мы еще не видим конечного результата, но зато Наталья смею вас успокоить, но вы и сами видите, в зеркале это не блондинка. Вы у нас остались с очень интересным цветом волос, какие мы узнаем чуть позже. Ну, а пока у вас все работает Светлана. Светлана, расскажите, что мы сейчас делаем. Мы начали с бровей, да? Мы сделали основу под макияж. И да, сейчас как раз я работаю с бровями. Наша героиня, обладательница, на сегодняшний день, это большая редкость, когда есть свои шикарные брови. Тем более, что сейчас в моде именно саболиная бровь. И это практически то, чем вас одарила природа. С чем я вам даже могу искренне позавидовать. То есть мы их сейчас еще больше подчеркнем? Мы их не то чтобы подчеркнем, чуть-чуть, может быть, форму зададим, но я максимально постараюсь этот натуральный эффект сохранить. А остальные секреты макияжа мы пока раскрывать не будем, как я понимаю? Ну, можно так заинтриговать тем, что на дворе прекрасная пора, весна, то есть мы можем смело использовать яркие цвета. Но я не буду, просто я уже знакома с будущим гардеробом, и я знаю, что мы можем смело использовать яркие цвета. Поиграть в выраженном. Если что, то там... Да, и... Ну, я не буду прямо чистые оттенки использовать, я буду использовать больше пастельные оттенки, но ощущение цвета будет присутствовать. Мы дадим какие-нибудь рекомендации нашей героине по макияжу или чуть позже это сделаем? Наша героиня обладательница достаточно правильного овала лица. В таких случаях, может быть, можно подумать, что ничего не нужно делать, раз все хорошо. Наоборот, мы предпочитаем стилиста это подчеркнуть. То есть я подчеркну этот овал лица благодаря коррекции, и что практически каких-то особенностей исправлять что-то в данном случае не придется. Будем подчеркивать только достоинства. Акцент делаем на глазах? У нас будет акцент везде по чуть-чуть. Вот так заинтриговала нас Светлана. Но мы все равно следим за первоплощением очень внимательно, так что не терпится посмотреть, какой же будет конечный результат. Уважаемая Наталья, для того, чтобы не раскрывать все наши секреты и нашего преображения, я вас отверну от зеркала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, мы подобрали для Натальи образ, который будет очень удобен и достаточно нарядным в повседневной жизни, если дополнить его аксессуарами. Это у нас комплект из брюк, которые скрывают, допустим, у которого есть карманы, и у него такая интересная модель, где оно очень подчеркивает достоинства женской фигуры. Мы подобрали к этому наряду вот такую блузку, она будет заправлена и дополнена вот таким поясом. Все цвета, которые мы подобраны, и еще образ завершит, вот такие туфли, лодочки, остроносы, которые модные, стали модными в этом сезоне и актуальны, да, еще и удобны. Поэтому я думаю, что образ очень гармонично сочетается с ее внешностью и с новым цветом волос, с новым мейкапом, и я думаю, что ей будет очень... она будет выглядеть очень красиво. В конце вы увидите результат работы. То есть цель нашего проекта будет достигнута, мы внесем ярких красок в жизнь нашей героини. Да, это стиль и цветовая гамма была подобрана для того, чтобы Наталья почувствовала себя очень уверенно, в первую очередь, и оно не расходилось с внутренним состоянием ее, потому что перевоплощение это такая достаточно колоссальная работа стилистов. Требуется смелости, да, изменить. И мы, я думаю, что группа, мы со стилистом по волосам и с салоном Кристи очень гармонично изменили ей образ. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вы готовы? Готово. Еще пару шажочков, и вы увидите себя. Новую себя. Ребята, вы волшебники. С этой прической очень легко будет дома за ней следить, и этот цвет не требует ежемесячного ухода. Он будет выглядеть очень красиво еще на протяжении многих месяцев. А я, в свою очередь, предложила вам вариант макияжа, который открывает ваш взгляд, делает его более открытым, свежим. Оттенки у нас соответствуют нашему гардеробу, нашему комплекту одежды. И, на мой взгляд, они вам очень идут. А вы что считаете, Наталья? Вам комфортно в этом свете? Как ваши глазки? Ну, мы очень рады, что мы вам угодили. Мы старались создать волшебство. Субтитры сделал DimaTorzok не знаю, как вы, а я с нетерпением жду появления нашей героини в новом образе. А вот и она. Наталья, добрый вечер уже. Добрый вечер. Как вы себя находите? Отлично. Я вас встречаю не с пустыми руками. Я хочу подарить вам от Кири Пластины такой замечательный пакетик. Это подарок. Спасибо, огромное. Расскажите, пожалуйста, как вам ваше перевоплощение? В целом все отлично. Несколько непривычный образ, но все равно хочу сказать спасибо огромное вашей программе и стилистам салона Кристис. Наша программа называется «Новая Я». Вот смотря на свое отражение в зеркале, вы можете так сказать о себе? Думаю, что да. Наталья, не смей вас больше задерживать. В кафе вас уже ждут ваши родные, близкие. Очень будет интересно узнать их реакцию на ваше перевоплощение. Сейчас посмотрим. Вау, мама, ты мне классно выглядишь. Прикольно. Нет, действительно классно. Нравится? Да. Цвет? Цвет? Баклажан. Какой? Все красный. Прикольно. Да. Красиво. Спасибо. Вот так на ваших глазах произошло перевоплощение в рамках модного проекта «Новая Я». И раз я уже начала программу со слов Софи Лорен, закончу ее же словами. Прическа влияет на то, как сложится весь день, а в итоге и жизнь. Судя по тому, какой образ сегодня подобрали для нашей героини стилисты салона красоты Кристис и Апгрейд Студио, жизнь у нашей героини Натальи будет яркой и насыщенной. Чего я желаю и вам. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok